Вот попробуем протестировать BR886 в качестве мини-генератора. Сможет ли он работать в этом режиме мини-генератора? Протестировали, например, хотя бы вот таких маломощных блоков питания, импульсных источников питания. Вот то ли это DVD, то ли это CD, не знаю. У него проблема нет запуска. Я думаю, он будет работать во всех трёх режимах вот этих трёх кнопок, если мы нажимаем. Эти все три кнопки работают на проверку трансформаторов, импульсных источников питания, потом трансформаторов инверторов, катушек, умножителей, отклоняющих систем и прочих муточных узлов. Только мы должны пререзать один конец первички, чтобы не пошло что-нибудь. Вот в первичке у нас не поголело, мы только должны подать сигнал с генератора этого китайского устройства на первичку трансформатора. Так, вот здесь я запал стрелок на минус сетевой бланки, один и второй вот в разрез прям на трансформатор первички. Так, сейчас. Так. Вот я включил. Так. Вот попробуем в первом режиме, вот в этом, в котором я проверял ранее эти трансформаторы импульсные. Так, вот, пожалуйста, он заработал. Так, я мерил здесь на выходах, идут все и минус, и плюс 5, и минус 10, плюс 10, там еще что-то, 7 вольт. Вот получается, что блок что-то не работает. Столичка вся целая. И трансформатор, видимо, импульсный тоже целый раз, раз все рассветится, вот этот фонарь. По свечению фонаря мы можем судить, что вторичка вся вместе с трансформатором годная. Вот потребление 100 мА, вот, показывает у нас приборчик этот. Вот в режиме второй кнопки попробуем посмотреть, работает ли он в качестве, будет ли он раскачивать вторичку с трансформатором. Так, вот, тоже работает. Так. Вот в режиме второй кнопки здесь можно менять частоту, вот, видите, до 25, если плюс мы... До 120 кГц можно задать частоту внутреннего генератора, вот, на раскачку в качестве мини-генеральщика. Вот попробуем третью кнопочку нажать. Так. Вот здесь тоже работает, но уже поменьше мощность, видимо, или ток, или напряжение выходное, не знаю. Вот здесь тоже можно и частоту менять, вот в режиме третьей кнопки. И можно вроде, так, сейчас, так, вот мощность менять. Вот он, вот эту мощность, вот, мощность можно менять. П-15. П-15, так, сейчас. А, вот здесь интересно вообще у нас вот это, так, вот, П-15, начинаем увеличивать. Вот в режиме третьей кнопки, вот, я посмотрю, я хочу узнать сам, что это за П, режим вот этого П. Вот, видите, чем я больше поднимаю это П, вот, в режиме работает третья кнопка, то тем ярче начинает гореть фонарь. Вот. Значит, чем сильнее раскачивает этот генераторчик мини, транс со вторичкой. Интересно. Значит, вот эта величина, величина П, вот, которая относится к третьей кнопке, она увеличит, видимо, выходное напряжение этого генератора, или ток, или что-то, или мощность. Вот, видите? Вот. В режиме третьей кнопки. Здесь две настроечные величины, вот, П и частоту можно, вот, вот, так. Так, сейчас он, так, раз, вот, всё, он выключится, ну, ладно. Потом разберёмся. Вот опять вот, раз, два, вот, три. Ну, надо разобраться вот этой третьей кнопкой, здесь две величины регулируются, частота и вот это П. Ну, видимо, он справляется с маломощным блоком питания в качестве, так сказать, мини-генераторчика. Ну, видимо, это он за слабыми волочками только сможет работать, а с большими, наверное, не сможет. Ну, потом попробуем с большими попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok